У меня вот ребенок инвалид, первой группы, он онкобольной. Мне приходится тазики греть, ведра я специально железные купила, 25 литров, чтобы его искупать. С конца марта дом на улице Кольцевая 7 находится без горячей воды. Жители запаслись кастрюлями и ведрами, а кто-то даже решил временно переехать. Однако счета за воду продолжают приходить в полном объеме. Все началось после того, как случился потоп. Нас это не касается, но у нас начали проблемы с горячей водой, с напором горячей воды. То есть полгода ее практически нет. Она либо течет еле-еле, либо течет 37 градусов. Но вы сами понимаете, что 37 градусов – это бесполезно. Жильцы говорят, труба с горячей водой незаконно подключена к соседнему дому. Из-за сильного износа она прорвалась. Но ремонт никто не делает. Люди жалуются на бездействие управляющей компании, которая якобы их игнорирует. Мы решили встретиться с дирекцией УК «Сарван», но руководство на месте не оказалось. На наши вопросы ответили по телефону. Дело в том, что когда дом построили, эту трубу, подрядчик, который строил дом, они его не сдали теплогензревшие компании для того, чтобы стоял на их балансе. Получается, это не брошенная труба, просто никто ее не обслуживает. А у нас фундамент дома, границы раздела фундамент дома. Так что эта труба ко мне никакого отношения не имеет. В управлении ЖКХ Оренбурга, куда обратилась наша редакция, ответили, что владельцы квартиры подписали контракт с компанией «Сарван» для аварийно-диспетчерского обслуживания. Эта УКА должна отвечать за все, что случилось. А жители позвонили нам снова. 4 октября нам прислали ответ о том, что авария уже ликвидирована. Сегодня 7 число, и как мы видим, воды горячей так и нет. Юрист, к которому наша редакция обратилась за консультацией, рекомендует идти дальше в надзорные ведомства. Если на месте мы не можем решить ситуацию, есть надзорные органы, функция которых основная, как раз-таки разрешение таких проблем в виде надзора. То есть проверка доводов жалобы, проверка обстоятельств. И если обстоятельства подтверждаются, то, соответственно, принятие соответствующих закону мер. То есть либо прокурорского реагирования, либо мер административного воздействия в случае жилищной инспекции. То есть вплоть до отзыва лицензии на управление многоквартирным домом принять меры к управляющей компании, если действительно будет установлено, что это бездействие управляющей компании. Сейчас жители намерены обращаться дальше и решить проблему с горячим водоснабжением. Мы будем следить за развитием событий. София Пирогова, Георгий Барулутский, Игорь Бероев, Никита Сергеев. Новости дня.